А мы, друзья, продолжаем нашу программу. Напомню, вы на телеканале Итон ТВ, программа Алло Смольный, прямой эфир. Вместе со мной, Александром Вайберном, в нашей студии замечательный журналист, писатель, публицист Петр Люкимсон. И, опять же, напомню, на всякий случай, друзья, что для тех, кто напишет лучший комментарий, приготовлен приз от компании «Хайденойс» стоимостью 82 доллара петь. На другой стороне, скажи, пожалуйста, неужели у россиян после 25 лет, как принято сегодня говорить, независимости, так называемой, до сих пор не выработалось представление о своей гражданской идентификации? Я думаю, что выработалось. Я встречался с россиянами. Я вам скажу, в самом законе, скажем, о российской нации я ничего плохого вообще не вижу, потому что это нормально. Ты пока законы не видишь, пока только разговоры. Нет, в самом термине российская нация, да. Я встречался с россиянами, которые говорили, что, различных национальностей, которые делали акцент на том, что они россияне. То есть этот процесс идет. Наверное, он позитивный. Я думаю, что, да, позитивный. Это нормально, так же, как многие израильтяне и евреи – это две совершенно разные вещи, на мой взгляд. Но многие, так сказать, евреи, в том числе и я позиционирую себя как граждане Израиля. Израильтяне, но так же позиционируют себя и друзы однозначные, и черкесы, которые у нас живут. И многие арабы, которые настроены лояльно к Израилю. И то же самое у России. Почему? Этот процесс, в общем-то, нормальный совершенно. С одной стороны, с другой стороны, это, безусловно, процесс имперский. Потому что в империи граждане себя чувствуют. Чувствуют себя прежде всего гражданином империи, а потом уже, к слову, по национальности. Вот. И вот на этом, кстати, был построен термин «Новая национальная обществе «Новетский народ»» писал на СССР в империи. Но мы еще сегодня однократно, я думаю, вернемся к этому термину. Поэтому, так сказать, в этом нет ничего плохого. Что за этим? Вот вопрос, на который, я думаю, мы пока не можем дать ответа. Но я думаю, что мы узнаем. Вопрос – когда? А мы с тобой поищем сегодня. Онексия Украины, война с Украиной готовилась годами. И референдум в Крыму готовился, безусловно, годами. И сейчас, ты умный задним числом. Это, знаешь, когда смотришь хорошую шахматную партию. Ну да, ну конечно, вот так и надо было сыграть. Ну, Петь, ну так можно договориться до того, что Порошенко поставили, Майдан организовали в Москве. Нет, я этого не говорю. Но что-то такое готовил. Безусловно, эти планы, так сказать, готовились у Москвы. Вы понимаете, в чем дело? Я вам сейчас расскажу такую одну очень активную вещь. Я, как и все люди, вижу сны, время от времени. Иногда достаточно забавно. И вот несколько лет назад я увидел сон, как будто я живу не в Израиле, а в России. И там, естественно, работают в газете. Так же, как и здесь. Только и мне надо писать колонку. Так же, как и здесь, в принципе. Только уже на российскую тему. И я помню, я, значит, во сне сажусь почему-то, запишущую машинку. То есть меня сон отправил где-то в 80-е годы, куда-то туда. И строчу, значит, первые фразы колонки, которые вот я запомнил. После них я проснулся. Что не случайно гербом нашей великой страны является двуглавый орел. Одна голова которого смотрит назад, другая вперед. У России всегда было великое прошлое, замечательное будущее, но никогда не было настоящего. Понимаете, вот очень трудно понять российское настоящее. А задним умом легко быть скрепленным и понимать, что же готовилось. Вот Украина готовилась годами. Я однозначно, я сейчас это вижу. Но это я вижу сейчас. И Крым готовился годами. Но это опять-таки я вижу сейчас. А тогда я ничего сказать не мог. Ну это конспирологическая теория, Петь, все-таки. Нет, нет. Это конспирология. Нет, сейчас это просматривается чуть-чуть. По литературе, по прессе. Как это все готово? Потому как развиваются события на Донбассе, однозначно, это не готовилось, на мой взгляд. Но это отдельная тема, Петь. Мы говорим о другом. До того, как мы выведем в эфир нашего гостя Виктора Эскина, через несколько минут он на линии. Я, понимаешь, когда готовился к программе, обнаружил ни много ни мало статью Владимира Владимировича Путина за 2012 год. Статья называлась «Россия. Национальный вопрос». Я одну цитату тебе оттуда зачитаю. Он пишет, что Россия есть полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным недром, а стержнем скрепляющим нации, уникальной цивилизацией, является русский народ, русская культура, и что российский народ является, он там написал об этом, является государствообразующим по факту существования России. Эти термины вязываются все время. Да, так вот, скажи, пожалуйста, что изменилось за прошедшие 4 года? Абсолютно ничего. То есть, доказывать, что все, это тоже появилось не случайно, этот термин. Он все готовилось давно и имеет некую конечную цель, которую мы как раз не видим. Мы просто сейчас на неком этапе пустили. Но все эти термины, они мелькали. Они мелькали, но я же тоже просматриваю материалы различных научных конференций. Просто потому, что национальный вопрос, он стоит остро везде, в том числе и в Израиле. Мне интересно, что говорят по этому поводу в мире. Термин нации еще не определен. Философы спорят о том, что такое нация, в общем-то. Ну, в общем-то. Поэтому, как бы, есть очень много проблем. Я слежу. Но все эти термины, которые сегодня в ходу, они были в ходу, были введены совершенно верно. 4-5 лет назад. Для чего это? Это большой вопрос. Но тут, вот, знаете, когда я слушаю, и я слышал, что русский народ является государствообразующим ядром, вокруг которого должны, как бы, формируются другие народы, вокруг которого собираются, так сказать, другие народы, и при этом права ни одного из них не ущемляются. И на этом делается акцент. Что они получают возможность для своего национального развития, для сохранения национальной культуры. Во всех этих статьях. Обратите внимание. Вот эта же концепция не новая. Но тоже самое было в Советском Союзе. Называли, так сказать, Россию назвали большим братом во всех республиках. И в шутку, и всерьез, что называется, старшим братом. Вот, и так далее, и так далее. Вот. И у россиян, понимаете, и всегда обязательно был, так сказать, второй секретарь ЦК, это самое, был русский человек. Я думаю, сейчас это должен быть, если будет национальный губернатор, представитель цитра национального, значит, вице-губернатор будет русским, и так далее. Ничего не поменялось, по большому счету, и не поменялась, самое главное, иллюзия. Вы понимаете, иллюзия заключается в том, что русский народ почему-то думает, что вот на этих национальных окраинах любят русскую культуру и любят русских, а это не так. Вот. И что это кто-то, так сказать, чуждый настраивает, стравливает эти народы друг с другом. А вот я тебе скажу, кто чуждый настраивает. Вот нам уже прислали комментарий, некто, кот Кайлик, зовут его, он пишет, Россия для русских, верните русским государство воры, и не косите под русских, если вы выбрали русских, ну, тут с ошибками очень много ошибок, если вы выбрали русские фамилии, то лица вас выдают, у нас с тобой русские фамилии. Слава Богу, у меня русские фамилии, я знаю. И не надо пакостить в мире, прикрываясь русскими, нашли индейцев. Пишите уж по-русски, если вы учили язык и прибрали страну и ресурсы от народа, превратив русских в рабов, и что вы новые российские жиды. Ну, во-первых, господин Кот Кайлик, я понимаю ваш патриотический запал, но если вы уже говорите о том, что раз уж мы выучили русский язык, выучите для начала, как русский человек, русский язык, и пишите без ошибок. Я честно... Нет, может быть, в этом и есть русский язык, это мы пишем без ошибок. А может быть, может быть, ты прав. Может быть, надо писать королу. Но все равно слова пакостить в середине мягкого знака нет. А почему? А может, есть, а мы просто не знаем. А мы не знаем, ты думаешь... А, ну, правильно, правила русского языка евреи уже придумали. Да, правила русского языка, да. Там главные русские должны... Так вот, Петь, как ты прокомментируешь подобного рода комментарии? Евреи во всем виноват? Вы понимаете, в чем дело? Я над этим вопросом, кстати, долго думал. И дело в том, что самым большим, когда я говорю о ненависти, ну, во всяком случае, о ненависти, наверное, это слишком сильное слово, о любви к русским во всех национальных республиках, а я это наблюдал, потому что я как журналист много ездил, ну, в Азербайджане, во-первых, я жил в национальной республике, в Азербайджане, а потом я много ездил по национальным республикам, я видел, что всюду почти одно и то же. То есть, я был в Украине, я был в Литве, в Беларуси это было меньше, действительно меньше, вот, и я был в Таджикистане, я все это чувствовал, я все это видел одно и то же, по большому счету, и понимал, что что-то назревает, действительно. Это был начал моей журналистской карьеры, это 88-й год, 89-й год уже нарезревал. Ну, вы поймите, что делать? Ну, самыми большими русскими во всех этих республиках были евреи. Именно они отстаивали там интересы России с пеной урта, значит, защищали право на русскую культуру, и это было понятно. Они, большинство из них, так и не выучивали национальный язык. Вот, и Россия их прикрывала, для них Россия была, так сказать, они связывали себя именно с Россией, с русской культурой, и считали себя русскими. Вот, это была большая проблема еврейского национального самосознания, которая давала себя знать, кстати, и в Израиле, по приезду. Многие так и считают, кстати. И здесь себя в Израиле... Кстати, мы с тобой даже забыли сказать в самом начале программы, почему евреи обсуждают эту тему. А потому что в Израиле мы русские, поэтому, может быть, мы обсуждаем. Нет, нет, я считаю себя русскоязычным, вот. Но нас называют Русим, Русим русские. Как бы то ни было, как бы то ни было, я принадлежу к той самой русской или российской, как угодно тут можно спорить в терминологии цивилизация, цивилизация, о которой говорит господин Путин. Да, она существует, я нахожусь в зоне ее притяжения, так вышло по рождению, я не могу из нее выйти, потому что язык, на котором я мыслю, на котором я работаю, и который меня кормит, это русский язык. Я типичная дитя Российской империи, Советской империи, если хотите.